Привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такую гитарочку, китайскую реплику Gibson S-Poll Standard цвета голубой бёрст. Это не новенькая, это, что называется, хорошо забытое старенькое. Раз в какое-то время я перетряхиваю на складе что-нибудь, что лежит давно, вот эта гитарочка вообще со своей партией осталась последняя. Раз она пролежала три года, что я должен сделать? Достать, посмотреть, что у неё стало с грифом, не рассохло, если не повело. Если инструмент становится со временем кривее, его кукожит, я его выставляю по уценке. Если он сохраняется идеально, при этом ещё он подсыхает через три года, его можно, наоборот, привести в порядок и продавать дороже. Соответственно, давайте поглядим, что с этой гитарой. Ну, в плане геометрии у нас всё хорошо. Струны нормально попадают и в гриф, и в сердечники звукоснимателей. Запас высоты по бриджу есть, при этом струны уже там свои полтора миллиметра выставлены над грифом. Как бы по самой деревяшке, что это у нас? Дек у нас сделан из трёх кусков. Вот у нас первый шов в склейке, вот у нас второй. Башка цельная. Нет здесь шва. Вы там между собой сами решаете, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это без разницы. Если это гипсоид, то при ударе он всё равно потеряет голову и придётся переклеивать. Вот, поэтому без разницы. Цельная у него башка грифа или клеенная отдельным кусочком. Значит, что я могу сказать про эту гитару? Когда я её достал после трёхлетнего лежания, две вещи на ней меня смутили. Это торцы ладов, да, они царапались. И это по высоте ладов последние вот здесь немножечко подвылезали, да, то есть трамплинчиком. Но я хочу сказать, что ничего нового, потому что три года назад на гитаре было примерно то же самое. Но не торчали торцы ладов, они за время усыхания подвылезли, это нормально. Я остроту сбил. А то, что здесь последние три лады чуточку более выше остальных, это уже было. То есть нового ничего не появилось, ну старое, естественно, не рассосалось. На текущий момент на гитаре без закатки, без округления, без какой-то заполировки, просто начерно шлифануты лады по высоте и немножечко сбита острота у торцов ладов. Соответственно, струны после этого выставлены на высоту полтора миллиметра и нормально, мёртвых нот нет. Вот, соответственно, играть можно. Если хочется делать что-то вообще супер-пупер, то, естественно, надо подзакруглить лады, ну, кто хочет прям вообще супер-красоту, в принципе, можно и так. Поэтому вот в таком виде проверенная и, скажем так, полудоработанная она стоит у меня те же самые 24 тысячи, как просто свежие новые пришедшие гитары. Плюсы – это то, что она сушёная, сустейн у неё получше, чем у совсем сыреньких. Минусы – то, что, ну, наверное, для совсем полной красоты закруглить, полирнуть, закатать лады было бы, наверное, всё-таки желательно. Не остро необходимо, но желательно. Напомню, кстати, что у новых гитар закатку ладов на фабрике тоже, как правило, не производят, и всё равно высоту и торцы ладов доделывать приходится. Высота струн по порожку нормальная, здесь я не вижу какой-то острой нужды допиливать пазы в порожке, вот. А всё остальное работает, подключал, проверял. Ну, струны здесь стоят всё ещё стоковые. Дальше тут маленькая есть такая недоработочка, да. Да, когда рамку хамбакера готовят к тому, чтобы прикрепить к деке, её снизу должны вырезать арочкой, да, потому что пузико-то оно выпукло. Если мы видим бриджевый хамбакер, у нас вот здесь по краям рамка высокая, в центре низкая, то нековый хамбакер, его в центре чуть-чуть не допилили, да, то есть не такое снижение высоты. И поэтому он, когда прикручен, он немножечко, видно, да, выпирает. Соответственно, кто не врубает внутреннего перфекциониста, тому это по барабану, потому что сейчас ещё и звукосниматель очень низко. Его можно поближе к струнам поднять, он с собой закроет, видно будет не сильно. Но кто, тем не менее, хочет совсем-совсем-совсем красоты, то рамочку можно открутить и вот по её центру, снизу, да, немножечко высоту убрать, задав вот этот вырез более крутой дугой. Зрительно, чтобы у вас потом было меньше вопросов, было сразу понятно, куда и на что смотреть, давайте я покажу на ряд вещей, которые в этой гитаре видно, но которые могут сбить с толку. Естественно, когда гриф проверяют на ровность, смотрят вдоль торцов ладов, да, и пытаются понять, ровно здесь или неровно. Здесь идёт, во-первых, неровный нанесённый слой лака, да, потому что, смотрим, вот здесь у нас лака аж в миллиметр напылили. Едем дальше. Здесь у нас совсем-совсем тоненький слой, почти не видно. И дальше он опять где-то, ну ещё не миллиметр, но к полмиллиметру может больше приближается. Вот в этом месте идёт переход прям толщины, который вот толщину лака пальцем нащупать можно. И торцы ладов тоже, они обкусаны на немножечко разном расстоянии от центра. Где-то лад куснули, он ещё не доходит до края, где-то куснули, он в нули, где-то куснули, он выходит. И мне сейчас перед тем, как как бы чуть-чуть подкруглить, подтупить над филёчком, пришлось ещё это дело тоже, соответственно, сбивать, укорачивать. Вот, поэтому, когда смотришь вдоль грифа, возникает ощущение, что он в этом месте немножечко вот такой. Но это неправда. Гриф горизонтально достаточно ровный. Он вот в этой плоскости, вот здесь начинает немножко играть зрительно, да, потому что здесь идёт, делает яму слой лака. Ну и, соответственно, лады тоже там на разную длину накусаны. Вот, и то, что я говорил по высоте ладов, если мы возьмём последние три, видно, да, что вот последний, предпоследний, предпредпоследний, их пришлось по высоте несколько учесать. Потому что здесь, во-первых, сама деревяшка чуть-чуть трамплинила, да, то есть она вот так вот подзадиралась. Это было с самого начала. Это не то, что свежая вылезла. Это было даже три года назад, и вряд ли с этим что-то ещё произойдёт. Плюс, мне кажется, сами лады чуточку не додавили вглубь. То есть они могли бы сидеть глубже, но они сидели плотно, и додавливанию не поддались. Вот, поэтому высоту я подровнял. Как бы инструмент приведён к такому виду, в какому продать не стыдно. Но всё, что у него может быть ещё сильнее улучшено вами, да, или всё, что может быть увидено как кривизна, это я здесь озвучил, чтобы у вас возникало как можно меньше вопросов. Тем не менее, если какие-то вопросы ещё возникают, обращайтесь. Субтитры делал DimaTorzok